Утром встаем по-нашему поместному в 4.40, пока помолились, посчитаем Слово Божие. У меня большой ресурс в Ютубе, 13,5 тысяч роликов только наших. Мы с нуля строим православную деревню. Фигайся. Что у вас в Ютубе? В Ютубе там всё. Я был начальником детского лагеря, сам организатор, 45 лет. Делимся опытом, как без помощи государства можно поднимать детей, не ждать, когда нам что-то дадут. Мы учим людей так, чтобы не роптали. Даже в бедности можно жить интересно и красиво. Тогда хорошо. Ну правильно делайте. Погнали за шумой. Как взрывчатку изготовить? Мы православные христиане ищем своих соотечественников, соратников, чтобы беседовать, а как спасти душу, как жить правильно. Кришна ищем своих соотечественников. Кришна ищем своих соотечественников. Меня это интересует. Интересует? Да. Я вам скажу, у меня есть большие ресурсы очень, можете зайти. Это в Ютубе. Запишите наш канал. Там 13,5 тысяч роликов наших только. Мы с нуля строим православную деревню. Вам будет интересно. А вы где эти территории находитесь? Это Барнаул, Алтайский край. А в Москве вас нет? Ну в Москве, как я, от Москвы мы 4 часа, 3 тысячи километров от Москвы. 4 часа это как, блядь? На ковре самолёте? Вы один день правильно прожить. Знаете как правильно? Чтобы прожить, совесть тебя не мучила, когда ты состаришься. День начинаем всегда с молитвы. Всегда просим прощения, если виновны. Всегда нужно найти кому что помочь. Милосердие называется. Соблюдать посты, как положено у нас. Мы никого к этому не призываем. Мы и рассказываем, если люди нуждаются. Это помогает пережить любое горе, беду, если ты верующий. Вот в моей жизни разных было поворотов много. Я политзакрещенный два раза был. Я видел, как люди умирают ни за что. По каким статьям? По каким статьям? 190 прим было, а повыше 70... Это что? Ну, они там говорили, там... Распространение, говорит, заведомо ложных измышлений, порощих общественно-государственный строй Советского Союза. То есть я сказал, что раскулачивали людей, отнимали хозяйство. Это клевета. А теперь я реабилитирован со всеми льготами. А вторая статья? А это вторая, выше которой. Я по самой низкой шел. У меня вообще ничего не было. Я насчитал 50 книг религиозных. И на катушках тогда было распространил по всей стране. А среди религиозных была и архипелаг Гулаг Солженицын. Я первой в стране его распространил. За который Нобелевскую премию получил Александр Солженицын. Вы наш ролик можете, я сказать, YouTube записать и посмотреть. Там все найдете. Абсолютно все, что желаете. На первой странице сайта я отвечаю на 4124 вопроса. Я в пяти университетах вел занятия одновременно. Во всех отделах милиции, три радиопрограммы. То есть широкий такой профиль был. И поэтому много было вопросов. Приходилось отвечать. 55 параметров, папок. Если вы молодой, вам нужно знать. Вы уже не попадете куда не надо. Когда будете знать. Вооружен, значит, можешь противостать. А куда не надо это куда? А зайдите на наш сайт. Сайт называется «Во свете Библии». Нет, я просто хочу от вас это услышать. Нет, это все не ответишь. У меня времени там много нет. Я работаю. А над чем? Над чем работаю? У меня много вопросов приходят. Люди разные. Потому что у меня и мой мир. Модераторы работают в ВКонтакте, в Фейсбуке. Но главное это форум. 1600 тем. А какой самый задаваемый вопрос? Самый частый вопрос какой? А зачем я живу? Вообще зачем я живу? Не проще ли не жить? И что вы отвечаете? Познать Бога. Узнать, что Христос умер за нас. Что за гробом есть другая жизнь. А это жизнь только подготовка к той жизни. Вот у нас сегодня хоронят моего товарища, брата. Ну брата во Христе. Он в 30 лет было и у него получилось повреждение. Удар большой. И с тем позвонков полетело. И он в 17 лет лежал парализован. У него ничего не двигалось, а только плечевой сустав один. И он был самый лучший иконописис. 405 роликов осталось. У него все, ни руки, ни ноги недвижимые были. И он был нужен, его во всем мире знали. Вот сегодня его хоронят. Вы можете зарядить Сергей парализованный. Козлов. Он в Воронеже жил. Сегодня в Воронеже наши поехали туда на похороны. Вот человек в таком состоянии. Он никогда не роптал. Всем помогал. Он жил для Бога. И вот представьте, что здоровые люди с высшим образованием. Там директора. Ну, разные специальности где-то живут. И вот сегодня все стараются попасть туда, чтобы участвовать в похоронах. А другой живой, здоровый, не знает зачем он живет. А второй задавали. Что второй? Ну, вопрос. Ну, самое главное для чего жить, а остальные уже меньше вопроса. Вот, допустим, человек спрашивает молодой, а куда мне пойти работать? Я говорю, самая важная работа это для еды, сельское хозяйство. У нас 21 тысяча запрошенных деревень. Почему не взять какую-то деревню, оформить там товарищей и свой устав написать. Не пить, не курить. Мы деревню православную строим. Не материться, не воровать. И не лгать. Никто же так не хочет жить. Хочет. Мы деревню уже 27 лет. Она стоит у нас с нуля. Начали. Государственная школа, все. Но учителя все верующие. Каждый ребенок под присмотром. А самое трудное – воспитать детей. Дети – наше будущее, как говорят. Я образовал сам детский лагерь православный. И 45 лет был его начальником. И от государства ни рубля не получили. Тысячи детей подняли. Сейчас лагерь я превратил в музей. Показать, что можно жить красиво и интересно в бедности. Ничего не выпрашиваю у государства, которое страну перегоняет за рубеж. Все продают. И не надо роптать. Никого поносить не надо. Мы молимся за правителя, за патриарха. И в душе у тебя мир будет. Вот вы как думаете, мне сколько лет? Не знаю. Ну, так-то. Как видеть, как я разговариваю, что… Не знаю, лет 60. 80. 80. Так я прошел пять тюрем. Сколько на мне пахали. А я живой и везде ущерб. У меня две голубятни. Я каждый день с голубями. И даже в комнате маленькая голубятня. А сколько голубей? Голубей. Там 40-70 голубей. 70? Что они здоровые? Здоровые. Где голуби, там радость. Есть такая статья большая. У злого человека голуби не водятся. Они сдохнут. Голубь – это птица мира, любовь. А Достоевский вам нравится? Очень даже. Это пророк России. А что любить? Самое, можно сказать, главное, которое он может считать у него – это братья Карамазовы. Это фильм даже есть такой. Он говорит. Христос… Позвали. Если бы доказали, что Христос и истины несовместимы, я бы остался со Христом, нежели с истиной. И он предсказал, если революция будет в России, она обойдется в 100 миллионов голов. Сегодня подсчитывают жертву революции 100 миллионов. Вот это пророк. У нас записки из-под поля. Хорошее. Все хорошее у него. Ему равен во всей мировой литературе только, может быть, Уильям Шекспир в Англии, как психологу. Абрехт? Нет, больше равных ему нет никого – ни Лев, Толстой, никто. У русских, конечно, в последние столетия – это Солженицын Александр Исаевич. Нет, Салтыков, Федрин. Все остальное ниже. Ладно, хорошо, я вас понял. Спасибо вам. Слава Христу! Быстро мелькают. Значит, им это не надо. Он даже не смотрит, вот которые есть. Поет, что там. Хорошо, что есть далее. Вот долго не открывается, значит, ничего нету. Так, наверное? Да. Я сразу... Что-то плохо слышно у вас. Здорово, друзья! Добрый день. Саламу алейкум! Саламу алейкум! Саламу алейкум! Слава Иисусу Христу! Мы православные христиане. у нас хорошие отношения у нас очень хорошее отношение с мусульманами я в баку был ночевал у мулы дома ходил в мечеть там молились они к нам которые ответ мусульмане относятся хорошо мы мирно живем да я сразу ставлю в пример как у мусульманам озаботиться о женщине как одеты у нас точно также одеты как хиджаб надетый сколько лет сколько лет мне 80 будет в июне храни вас господь да богу богу слава благодарим бога и вам всего хорошего желаем кошка говорит да вон она я хотел ее убрать у меня голуби даже есть я голубей держу и даже в доме есть и 2 голубят не можно посмотреть да можно как показать то вам вот достать надо кошек закрыть сперва кошек надо закрыть сперва да нет я выпускать не буду их сейчас она парит иначе гнездо остынет вы зайдите на наш youtube у меня большой канал и вы там увидите в плейлист даете голуби они как летают вам время будет зайти на наш youtube зарядите открытым оком во свете библии четыре слова и вы сразу зайдете к нам там 13700 роликов наших 13700 ролик до до вы увидите как мы там занятия ведем с детьми как молимся как работаем как отдыхаем сейчас сейчас посмотрим да давайте открытым оком во свете библии так называется все хорошего с богом у нас в уважении должны быть аксакалы я знаю наши родители жили в киргизии и у нас всегда были хорошие отношения там с киргизией киргизы там тоже мусульмане мусульмы я это для чего и снова мне это не принимали что-то говорит как непонятно слово 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 Слав. Почему ислам не принимаете? Почему? Потому что у нас Библия есть, а у вас в Коране написано Иса. Иса это Иисус. Марьям, это Мария. У вас там написано об этом. У вас написано Сулейман, а у нас Соломон. То есть мы друг к другу как-то относимся. Но у нас написано, что за наши грехи умер Иисус Христос. Взял нашу вину и умер Иса. Умер за наши грехи. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Если бы по-мусульмански жить, а там в стране был бы порядок. У нас бы тут, ну как допустим в Тунисе, там Саудовская Аравия, тут бы никто не воровал. Женщины бы выходили, девушки сохраняли девство. Но мы заботимся о жизни вечной. За наши грехи умер Христос. Я никогда не поминаю три слова. Это Аллах, Аллах, Коран и Мухаммад. Я три слова не употребляю. А с мусульманами зачем? Это их родные слова. Мне их не надо. Я говорю о Христе, о Святой Библии. У нас очень давнее отношение с мусульманами. Я вот вам расскажу, вы другим можете рассказать. У меня дедушка жил. Это тоже в Алтайском крае. И он так маленько к концу деревни. А там ездили казахи. Зачем они ездили, я тоже уже не знаю. Но они у него всегда останавливались. У дедушки моего. Он их кормил. Они у него там отдыхали. И ехали. И вот однажды он поехал и попал в их аул. Аул это село. И они узнали, что он едет. Его с телеги стащили. И на руках понесли. Говорят, это тот человек русский, который нас принимает. Другие это не принимают. А этот мой дедушка такой. Я деда этого наследовал. Мы нам все друзья. Работаешь, я дам. А? Повтори. Не работаю. Работаете? Я сейчас не работаю. Мне 80 лет уже. Пенсия дальше, пенсия. На пенсии, говорит? Да, на пенсии. На пенсии. Если перевести на деньги, это 153 доллара. У меня самая маленькая пенсия. Нас государство давило. Я в пяти тюрьмах отбывал только за веру. Нормально, нормально. Давай, дадя. Всего хорошего. С Богом. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Добрый вечер. Добрый. А вы какими судьбами? А дело в том, что вот эту чат-рулетку в последнее время два ролика записал. Мой близкий человек, он умер, его сегодня хоронят. Он в 17 лет был парализованный, недвижимый. И все, на весь мир известно, он писал икону, и Сергей Козлов из города Воронеж. Сегодня его хоронят. Я тогда решил, раз его уже нету, а может у него тут уже друзья, я попросил брата ввести меня в эту рулетку-то. Мы верующие православные христиане, и мы живем по Евангелию. Кто-то нуждается узнать путь спасения. Я вот сегодня впервые зашел. Может, не случайная наша встреча, может, у вас есть духовные вопросы. У меня очень большой YouTube. 13 700 роликов. Я тоже православный. Как? Тоже православный. Тоже православный. Вы можете зайти на наш YouTube, запишите, я скажу название. А вы можете мне записать в этом, в там вот... Нет, это я для вас хотел сказать наш YouTube. 13 700 роликов у меня там есть. Вот здесь можно ввести, вот здесь вот. Нажмите. А как? Да, можете ввести. Мышка, мы, мышка вот здесь нажмите. Потому что вы мне скажете, я могу не найти. Вот здесь вот? Да, и запишите. Так. Вот так, видишь как? Я не вижу буквы-то. Это два слова, сейчас я разделю их, подождите-ка. Вот так вот все эти Библии, открытым оком. Вот так вот тебе, вам видно? Ничего не пришло? Отправить надо. Отправить, вот это вот? Да. Вот это? Так, что там написано там? Отправить? А тут что-то по-английски написано. А если я вот так ударю? Все, ушло. Дошло, нет? Да, пришло. Ну вот, если вы туда зайдете, там можете на наш сайт выйти, на форум. Это огромный-огромный ресурс. А вы из Барнаула, да? Да, из Барнаула. Понятно. Ясно все. Ладно, хорошо, посмотрю. Храни вас Господь. Я уже скопировал. У вас тоже храни Господь. Очень богатые у нас ресурсы. Можете заходить. Там отвечают, я на сайте, отвечают 4124 вопроса. Я в пяти университетах вел занятия. И всегда вопросы были. По радиопрограммам, когда я их вел, как ведущий. Вопросы всякие. Политические, экономические, социальные. Там все найдете. 55 папок. Ясно. Хорошо, спасибо. Храни вас Господь. Всего доброго. До свидания. Непонятно. Человек как будто спит. Господи, благослови. Кресла одни. Показывать еще нет. Добрый день. У вас день? Мы православные христиане. И вот сегодня я первый раз вышел сюда, потому что у меня умер брат, а он был парализованный 17 лет. И сегодня его хоронят. И он в этой рулетке был. И я решил заглянуть, чем он там, что занимался. Он очень умный был. И всем говорил о Христе. Я думаю, дай-ка я посмотрю. Может быть, я вместо него буду. Ну, здесь ничего умного нет. Я вам сразу могу сказать. Так вот, я могу вам сказать, хорошее дело. Курить вредно. 12 лет жизни отнимаются. Человеческое тело – это храм Божий. А в храме не курят. Ян Кронштадтский говорил, уста, рот курящего – демонская кадильница. Так что, видите, мы уже встретились, уже не зря. Я вам говорю, что Христос умер за нас и ждет от нас покаяния жизни по его Евангелию. Вот уже мы не случайно встретились. Это промысел Божий. Но у нас направления немножко разные. Вы можете зайти на наш сайт, на YouTube. Он называется «Во свете Библии». Вера другая у него. Я знаю. Вы мусульмане? Я мусульман. У нас с мусульманами очень хорошие отношения. Я в Баку был, в доме Мулы ночевали. Я ходил там в мечеть и молился с ними. В общем-то, то, что в Библии написано и в Коране, я думаю, там есть, конечно, разночтение немножко. Но, в общем-то, смысл и все одинаковое, я думаю, в принципе. Видите, у нас в Деяниях Апостолов, 4 глава 12 сих написано, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому мы верим, что за нас умер Христос. Христос Спаситель. Вы, Иса, верите, что он просто вознесся? А в Евангелии за 600 лет раньше уже написано было, что он умер. Вот Пасха, Христос воскрес, мы поздравляем. Ну что, грешница, испугалась-то? Спрашивай еще что-нибудь о душе своей. Мы, православные христиане, людям стараемся подсказать, как спасти душу. У нас большие ресурсы в интернете, вы можете зайти, посмотреть на нашем Ютубе. А почему раздеты это вы так? Вы не разговариваете? Надо мне здесь копировать заранее, а потом раз туда вставил и все. Здрасте. Здрасте, да. А вы слышите? Ушами слышите? Она глухонемая, наверное? Да. Она пишет вам. Надо Евангелие взять. Его нету рядом здесь. Крестится. Сейчас, смотри. Вот. Она вас спрашивает, что тут забыли? Что тут забыли? Ну как написать? Как надо написать? Напишите. Вот здесь вот пишется. Сейчас. Она говорит, Игорь Михайлович. Меня слышно? Она спрашивает, ее слышно? Да, слышу. Погромче говорите. Ой, хорошо. Вот. И мы молимся, благодарим Бога. Соболезнованиями мои. Соболезнованиями мои. Он в Воронеже, а мы-то в Барнауле. Я с Воронежской области, из Барнауле. Тоже с Воронежской области. Вот. Они там, в Воронеже. И он, у него богатый был опыт. Он 17 лет лежал парализованный. Случилось несчастье. У него 7 позвонков были разрушены полностью в шее. И он много работал в интернете, даже в этой рулетке. И он умер. А в рулетку я никогда не заходил. У меня есть ресурсы. Другие там. Ютуб, сайт, мой мир. Я решил сегодня зайти первый раз, узнать, что здесь. Могу ли я как-то заменить его? Если вы зайдете на наши ресурсы, то там на нашем Ютубе 13 700 роликов только наших. У нас очень богатые ресурсы. На форуме 1600 тем со всех сторон освещенные. То есть вы блогеры, да? То есть вы блогеры? Ну да. Видите, что у меня прошлая жизнь была такая, что я все время общался с людьми. Преподавал в университетах в пяти. Три радиопрограммы вел. Во всех отделах милиции, воинских частях говорил проповеди. И поэтому, когда я на пенсии стал, а тут интернет появился, я оказался востребованный. Людям отвечать на вопросы. Потому что, как поет один Кикабидзе там. Мои годы, мое богатство. А мне уже 80 лет. Дай Бог вам еще столько же прожить. Дай Бог столько же прожить. Ну вот. У меня голуби, две голубятни. Я каждый день здесь одна и одна в деревне. Мы с нуля строим православную деревню. Где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. И 27 лет мы строим. Она одна деревня на всю Россию такая. А может на весь мир. Вот все одинаковые. Никто не курит, никто не пьет, никто не матерится. Школа государственная. Электричество, интернет. Все есть. Но все православные христиане. Первым делом храм построили, школу. Своими силами. Я вот начальник детского лагеря образовал. 45 лет. Ни рубля от государства не получили. Тысячи детей поднимали. Отовсюду снижались. Из-за рубежа и прочее. И мы сегодня хотим людям показать, как можно жить интересно в бедности. Не роптать, не злиться. А работать. Начинать день с молитвы. И жить по-божьему. Как Господь велит. Да, я с вами согласна полностью. Согласна полностью. Вы можете на наш зайти YouTube и оттуда там можем дальше когда-то встретиться. Запишите название YouTube. Во свете Библии. Четыре слова. Запишите. Во свете Библии. Во свете Библии? Да, во свете Библии. Открытым оком. Да. Открытым оком. Ну, меня запишите. Игнатий Лапкин. Оно у вас откроется. Открытым оком. Игнатий Лапкин. И когда вы это откроете, а там вы увидите, где наш сайт. А на сайте я отвечаю 4124 вопроса. Вам будет очень интересно. Про семью. Ну, про все, что вы пожелаете. Тысяча вопросов. Притом, вопросы отмечаются по четырем параметрам. Что говорит об этом Библию? Я показал во всей Библии. А я студентам преподаю когда. Что говорят святые отцы, а это 300 томов надо знать. Что говорят жития святых, 12 книг. И каноны церкви. То есть опровергнуть этого никто не может. Торопитесь. Слишком быстро говорите. Ну, ладно. Вот вы знали такую святую матушку Матрону? Конечно. Она в Москве. Я знаю. Вот. Что... Вот у меня вопрос у вас такой. К вам вопрос именно. Это вот на самом деле она там людям помогает или нет? Видите, я прошу Господа Бога моего. Иисусу Христу обращаюсь каждый день. И к святым, которые церковью канонизированы. А мы православные. Помогает она там. Люди пишут в тетради. Я вот была бесплодная. Теперь молилась. У меня ребенок на руках. Иосифов об этом прописывает. Алексей Ильич и говорит. Просят-то. Плотского. А остальное мне еще просить-то. Я к Богу помолился и все. Попросил Пресвятая Госпожа Богородица. Пресвятая Дева Мария. Спаси молитвами. Ангел-хранитель. Моли Бога обо мне грешнем. Иоанн Креститель. Моли Бога о нас. Святитель Христов Никола. Моли Бога о нас. Я повторяю примерно 77 святых. Каждое утро. Которым обращаюсь с молитвою. И помогают. Да, помогают. Они меня хранили в смертельной опасности. Я прошел пять тюрем, как политзаключенный. Я видел, как убивают, умирают люди. А я вышел живой. Это Бог так сделал. И вот вы, если наши ресурсы зайдете. И у вас будет желание дальше что-то узнавать. Ну, я в Ютубе просто. В Ютубе. Я скину на вас, какие правила. И вы можете... Ну, какие правила одни. Заранее мне написать надо. С четырех Москвы до четырех вечера. В Скайпе. В Москве. Не в Ютубе, а в Скайпе. В Скайпе. В Скайпе. В Скайпе. Никаких ников не признаю. И там мы можем поговорить конкретно. Вы с вопросами придете. У меня каждый день кто-то приходит. Ну, хорошо. У меня много к вам будет вопросов. Просто мы не будем тут эфир задерживать. Хорошо. Я вас найду. Обязательно с вами свяжусь. У меня одному никак нельзя. Все. Она найдет вас потом. Найдете, да? Я не совсем хорошо слышу, поэтому брата переспрашиваю. Но всего хорошего вам. Его вам тоже. Храни вас Господь. Во славу Божию. Мусульман много здесь. Лица прячут. Видишь, как сначала, как в тумане. Как в нашего аппарата. Тут лежит. Ноги они. Ясное дело, что он устал уже. А тут стенка. Еще нету. Нихуя им. Какая-то ногами. А у них еще нету. Это им дается возможность скинуть. Видишь, много мусульман. Ужас какой. Представь, он раз, два, три, а потом никого не видит. И у него все это путается. Он не знает. Очень много мусульман встречается. И они к русским относятся лучше, чем даже русские наши. Храни Господь вас. Богу слава. Благодарим Бога. Мусульман много. Он не куда-то глаза отводит, сидит. Это я вам. Это видишь. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я прям это, извините, музыку выключу. Секунду. Мы православные христиане. И желаем услышать от людей полезное. Сказать что. Ответить на вопросы. Я немножечко другой мировоззрительной позиции. Я надеюсь, это не послужит поводом для неуважения друг к другу. Мне кажется, вы имеете большой опыт жизненный. Я бы хотел с вами пообщаться в целом. Давайте. Но если у вас большой опыт, хочется иметь, вы сразу запишите мои данные. Зайдете в скайп потом. Я в скайп? Да нет, я имею ввиду в рамках нашего диалога. Я вас слушаю, пожалуйста. Мне интересно вообще, вы довольно пожилой человек. В преклонном возрасте вы находитесь в видеочате. Вы пользуетесь техникой. Мой отец в свои 60, он к ней с недоверой. А вы в своем возрасте ей пользуетесь. Ну, как сказать-то. Мы смотрим на все, что Бог дал нам, изобрести людям. Телефон, интернет. И вот это я узнал только неделю назад, что такая рулетка есть. И мой брат там занимался. Он в 17 лет был парализован. Сегодня его хоронят. А теперь его нет. Я решил сегодня, попросил, заведите меня. Может быть, я его сумею как-то заменить. У меня есть свой YouTube. Там 17300 роликов наших. Понимаете, 3700 роликов. Вот как надо. Мы с нуля строим православную деревню. Я был 45 лет начальник детского лагеря. Сейчас там музей образовали сами. С нуля. Как показать, как в бедности можно жить красиво и интересно. И у государства ничего не просить. Работать. У нас лозунг в лагере висит. Россия должна встать. Россия – это мы. Тысячи детей поднять пришлось, и ни рубля государство нам не дало. Кроме преследований. А мы Бога благодарили и молились, и хорошие отношения остались. А YouTube как вас найти? А найдите, записывайте. Во свете Библии. Запишите. Вы не пожалеете. Зайдете, там у меня сайт есть, форум. Во свете Библии. Открытым оком. Открытым оком Игнатий Лапкин. Это я. Запишите, Игнатий Лапкин. Она вам откроет. Если так найдете, YouTube. И сайт так же называется. И форум так же называется. У меня огромные ресурсы. Огромные просто. Вот у вас вопросы есть. Вы зайдете на сайт, а я там отвечаю на 4124 вопроса, которые мне в университетах задавали. Я вел занятия. Три радиопрограммы регулярно были. Я христианин, и везде стараюсь на первое место рассказать о Христе. О смысле жизни. Понял. Когда вы с ним столкнулись с такой необходимостью отдать свою жизнь Христу? Это было 27 сентября 1962 года. Я из армии только пришел. И в это время я понимал, жизнь как мы живем неправильно. Я не пил, не курил, не матерился, ни женщин не знал. Я с детства знал, что Бог есть, мать научила. А дальше я ничего не знал. И тогда я работал на корабле, поступил на корабль. Работал. Добился разрешения комиссии. Три курса сдать за один год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском. То есть передо мной широко открывались двери. Но в душе я чувствовал тоска. Я умру. Что дальше? И когда мне в руки припала Евангелие, там. Вот я вам показываю. Вот смотрите. И здесь вторая часть написана Евангелие. Вот, допустим, я открою. Вот как она с толпсами идет. Ну, вы в любом храме можете купить-то. И я уверовал во Христа. Покаялся, и моя жизнь стала другая совершенно. Я пошел, испытал всю подноготную атеизм. Мне пришлось пять тюрем пройти. Я первый в стране издал архипелаг ГУЛАГ. 50 книг, то читал аудио. Златоуста. Жития святых. И распространил по всей стране. И ни на кого не ожесточился. Я знаю, это мой крест. Бог дал. Там в тюрьме люди, преступники каялись. Следователь обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Это Бог делает так. Бог, великий Бог. И поэтому я вот сегодня первый раз зашел. Вот первые часы. Мне хотелось узнать. Да тут кто попал? Нет, я говорю, тут все равно зерна есть с шистого зерна. И вот видите, вы сегодня уже третий человек, который пожелал говорить. Вот вы зайдете на наши ресурсы когда. И вы поймете, до этого времени у вас была одна жизнь. Притом ответы даются на основании Библии. То есть я должен ее всю знать. Что говорят святые отцы? Это 300 томов. Что говорят об этом житие святых? 12 книг. И книга правил. Вот 4 параметра. Вам будет очень интересно. Вот я студентам преподаю. И, допустим, говорю, этот месяц. Я буду отвечать на все вопросы согласно Библии. И что сказали 300 поэтов России за 300 лет по данной тематике? Как объяснить? Меня жизнь, моя жизнь, она натолкнула на видение мира, на его восприятие в, как сказать, видении атеистическом. Я атеист. Атеист это безумный Библия говорит. Как? Откуда мир взялся? Откуда такая красота? Вот я вздумал пальцами, шевелю пальцами. Вздумал моргнуть, голову наклонить. Как? Так это миллиарды клеток здесь заложены. В глазу там 700 тысяч колбочек. Кто это все сделал? Каждая птичка, каждая бабочка, листик, все разное. Ты любое створение у себя посмотри, что там на стенке, где кто-то есть творец. Кто-то это сделал. На вас майку, футболку, кто это сделал? А тем более этот мир, этот звезды, космос. Кто? Имя ему Бог. Великий дивный Бог. Без Бога жизнь неосмысленная. Жил, жил, умер, лопух на могиле. А зачем жил-то? Я считаю, Бог для людей религиозных является надеждой на жизнь, не оканчивающуюся здесь. Мне кажется, Бог – это как вела и надежда на то, что умилых здесь, мы сможем жить и дальше. Но именно биологическая основа же полностью распадается здесь. И вся наша биологическая суть, весь наш опыт, все наши знания, вся наша материальная природа, она находится здесь и туда не уходит. Туда, может быть, духовная часть уходит, но не сознательная. Сознание является частью мозга, биологической единицы. Это опыт, который мы накапливаем, и он, условно, если меня будут хоронить по религиозным каким-то обычаям, закопают в землю, я в этой земле просто как органическое существо разлагаюсь. И весь информационный объем, он как бы разлагается и просто встает существовать в виде материального накопителя. А дальше он никуда не идет. Ну, понятно, понятно. Ну, вы этим довольны, что превратитесь в ничто? Я недоволен, я бы хотел жить дальше, но я считаю это честный ответ для себя. А знаете почему? Фиктор Гюго говорит, тяга к Богу прямо пропорциональна нравственности. Нет, я не согласен. Ну, не согласен одно, но до вас прошли целое поколение. Два миллиарда христиан верят в загробную жизнь. Два миллиарда мусульман в это верят. И дальше буддизм, возьмите, атеисты 9% и то только до могилы. Опыт, атеисты вообще ничего не создали, ни изобретений нет. А зачем? Пьет, запился, споткнулся, развелся, а здесь все у тебя встроено. Тем более я молюсь и получаю ответ. Вот здесь мне близкий знакомый был семинарист, Четвергов Вадим. Ну, я увидел, в семинаре учатся, и он выступает, и хорошие статьи. А у меня вышло 38 томов книг, 38, по 752 странице книги. Я собрал несколько книг и братьев отправил в храм. Я говорю, сходите, подарите этому семинаристу. А теперь он стал священником, проходит 5 лет. Я утром встал, говорю, что-то я его ни разу не видал. А где он служит? Господи, благослови Вадима. Вышел в город, гляжу, идет человек, мне рукой машет, и сразу ко мне с ребенком. А кто вы такой? Да я Вадим Четвергов. Я за 5 лет один раз помолился, он сразу на моих глазах. В моем биографическом пути тысячи чудес, притом совершенно необъяснимых. Только Бог мог это сделать. Я никогда не думал, что где-то я буду в Америке. Конечно, мне второй раз, когда арестовали, мне было тяжело. У меня такая работа была, начитанные магнитофоны, тон в студии, 10 магнитофонов, пленки распространяю. И вдруг арест, все кончилось. Кончилось, но оказывается, я приобретаю опыт, которого на воле я не мог приобрести. Следователь покаялся. В КГБ, в которые были люди все расположены, в тюрьме преступники каялись, а туда нельзя было попасть. А когда я освободился, и теперь перестройка, я реабилитировал, стал судиться, они мне должны были 11 миллиардов рублей, то, что у меня похитили. Ну, это по сегодняшнему миллионов рублей. 11 лет шел суд, и я его выиграл. Я в центре города нахожусь. Рассчитываться не о чем. Бог дает судебного исполнителя, которая, Пшеничкина фамилия ее, и она сказала городской администрации, а она стала ответственной. Пока не рассчитаете с Лапкиным, ни один бюджетник не получит ни рубля. И тогда они недвижимостью рассчитались. Вот я где нахожусь сейчас? Это Бог сделал. В одном здании мы молимся, тут живем, как общежитие. Где, может быть... То есть не для себя живи. Мне 80 лет, а я не могу выйти из того возраста. Я все время с молодежью, то со студентами, то в путешествиях. Вот мы проехали от Владивостока, Тихий океан, до Лиссабона. Я 38 томов дарил во всей библиотеке. В Москве мои книги, в библиотеке Ленина, исторической, парламентской. 650 городов. Это Бог позволил. И везде собирался народ. И везде я дарил. Королевские библиотеки Дании, другие места, Великобританию. Меня вызвали в Америку. Я там ездил, везде пропавил. Будучи неверующие, мне никому не нужен. Так я молюсь. У меня живая связь с Богом. Вот вчера у меня... Позавчера умер брат. 17 лет лежал парализованный. 7 позвонков у него разбились от удара. 17 лет на вытяжку. И вы зарядите где-то Сергея парализованный. В интернете. Он иконы писал. На первое место в мире вышел. Он работал в интернете. У него только плечевой сустав двигался. А рука вот так все скручена. 17 лет. И все из него там выкачивали. И он только что умер. Сейчас люди туда летят. Может со всей страны. На похороны. Он с Богом. Не просто как-то, а с Богом. Не то, что я придумал Бога. У меня живая связь. Я молюсь и тут же получаю ответ. Так что это не просто все. Там я думал, религия для слабых глупостей это все. С Богом. Как Пушкин говорил. Согласен стоять на выступе скалы над пропастью. В сплошной тьме. Одной ногой. Но осознавать, что мое я не уничтожилось. Я вам буду сейчас задавать вопросы, которые вы, если не верующие, вам это не интересно. В России был бум. Там эпоха возрождения, там писатели, поэты. Кто самый знаменитый поэт был в России за всю историю? Кто? Самый умный. Вам же не ответить. Я не могу вам ответить. Я вам отвечу. Иван Андреевич Крылов. Он стоял на балконе. И люди проходили внизу, приветствовали 6 часов непрерывно полной улицы. Такой чести добился кто еще? Сам того не думаю. Тоже не ответите. Это во Франции было с Виктором Гюго. Точно так же стоял на балконе, приветствуемый всем народом. Без Бога этого ничего нет. Без Бога это пустота яма. В Библии 13.52 Псалом говорится. Сказал безумец, нет Бога. Точка. Они развратились. Совершили гнусные дела. Нет делающего добра. Нет ни одного. Приходящий к Богу должен веровать, что он есть. И ищущим его воздает. А неверующий Бога представляет Бога лживым. Я цитирую Библию вам. С Богом все открыто. Для меня нету смерти. Вот ИГИЛ там воевать. Я написал президенту Путину, чтобы помогли мне через турецкую границу перейти. С ИГИЛовцем на самом опасном участке быть. Я это не играю. Не то, чтобы пиарить или что-то. Я с ними вместе, я страдаю. Это хорошие люди. Хорошие, но они не знают истины. А они вам не разрешат говорить. И заранее обговорим, когда разрешат начальствующим. Остальное время я буду там, где бомбы падают, ракеты русские. И буду молиться. И преступники будут другими. Я знаю силу молитвы. Понимаете? Вот мы сели за стол обедать. В деревне, там где деревню восстанавливаем-то. Ну, в лагере стол. И в это время звонок. А у меня подарили. У меня нет еще свое, все подаренное. Потому что я все раздал. Ага. Звонят с Челябинска. Отец Игнатий. Мы начали крышу перекрывать. А тут дождь большой идет. Туча черная. У нас все размокнет. Помолитесь. Представьте, с Челябинска. В Алтайский край. Братья. Мы бросили, говорится. Все, встали, давай молиться. Проходит часа два. Они говорят, чудо-то какое. Туча шла, раздвинулась. И над нами окно стояло. Дождь везде хлещет. У нас, говорит, как окно какое. И покрыли крышу. Почему? А они знают. Если мы молимся, Бог отверзает небо. Я во мне не прибываляю, ничего. Вот женщина пошла в роды. Где? В Германии. Она позвонила. Три дня назад примерно. Она за сирийцем. И говорит, я пошла в роддом уже. Все. Помолились. И она говорит, никогда пятый ребенок, сейчас кажется, никогда так легко не рожала. И тут уже через час сидит опять в интернете отвечает. То есть для нас нет границ для Бога. Я прошу полезного. Мне надо ехать. А денег нету. Нужна машина. Я должен отправить куда-то контейнер. Четыре тонны. Ставка. А потом каждую неделю заряжаться книгами. И развозить по библиотекам мира. И вдруг незнакомый человек мне звонит. Калининград. Я могу назвать его имя, помиля, все, что это не выдумка. Вам деньги нужны на книги? Я говорю, я книги кончил издавать. У меня вышло их 38 в бумажном варианте. И еще 7 в интернетном. По 800 страниц остальные книги. Он говорит, ну возьмите деньги. Я говорю, мы едем в дорогу. Я покупаю газель. Газель новую. Путешествие за границу газель. Ну до Лиссабона дойти. Это вообще. Перед нами падали на колени. Путин, Россия, газель фотографировали. И мы потратили на одно путешествие. Это 444 тысячи рублей. А денег нету. В этот же день мне незнакомый человек не встречались. Он сразу перечисляет. 200-300 тысяч. А как? Я помолился. Вот мне надо утром выкупать книгу. Я вам рассказываю божественные чудеса. У меня ночует два священника. Среди ночи звонок. Алло, это Барнаул? Барнаул. А они лежат, слышат. А я им вечером сказал. Говорю, мне надо завтра книгу выкупать. А у меня денег нету. Давайте помолимся. Мы помолились. А вы, говорит, откуда получите? Да у меня нету, я не знаю. Я к Богу обращаюсь. Где? На небе денег-то нет. Бог кому-то даст указания. Мы из Сакрамента звоним. Америка. Мы... Вот тут дядя умер Климентом. А у вас, говорит, церковь Климента. Я говорю, не церковь, а лагерь детский. Ну деньги... Мы вам вышлем, говорит, по Вестер-юнион. Получите завтра. Я утром иду и получаю. Мы помолились. У меня свидетели вышли. Утром деньги. А у меня голуби, голуби. А голуби... Это пища для ястребов. Только взлетают кверху. Они там переворачиваются, там, карусель. В это время ястреб хватает. А он прилетает около оби. Тогда взяли крест, сделали из планок. Ребята, осветились водой и водой. И пошли на берег, там, среди тополя, привязали. Больше ястреб. Видели, как вдоль летел оби, а сюда ни разу не прилетел. С этого дня ему закрыт ход. А там мелочь. Но это мелочь живая. Вот как. Это бог, это живая вера, это огонь. Вот мне 80 лет, 80, 10 июня будет. А я еще ни одной таблетки не съел. И все время на физической работе. Все время выработка была 280-300 процентов. Я печник, плотник. И государство меня везде гнобило и давило. А мне никакой нужды нету. Я с богом. Поняли? Это радость. Вот вы зайдете на наши ресурсы, вы это увидите. Я стою с мэром города. Вот там ректор университета. Так он не просто ректор. Разойдет, обнимет, как митрополит меня. И студентам говорит, я перед этим человеком преклоняюсь. А я никто. У меня вообще образования никакого нету. Ну, технарь, техник, строитель. Почему? Бог. Поэтому я радуюсь в этой жизни. Я мытый его кровью, я наследую Царство Небесное. Вот для этого я сегодня вышел в эту рулетку, чтобы на вашу душу, говорит, я покупаю вашу душу. Во имя Иисуса Христа. И даю вам все свои ресурсы. Спасибо, спасибо. Мне было очень приятно послушать вас. Заходите. А там в сайт, если зайдете, это, в скайп. В скайп. Игнатий Лапкин. Зарядите. Но только никаких аватаров, никаких ников, чтобы не было. И прямо себя покажите. Принять. Иначе я буду блокировать. И мы там можем побеседовать. Ваши вопросы. Все как положено. Вот сегодня наша встреча, я считаю, это от Бога. Я помолился и сказал, Господи, Сергея нету. Его сегодня хоронят в Воронеже. Но он был два раза в эту рулетку. Помоги мне. Может, я сгожусь на этом. Я все время работаю в интернете. Как, говорит, блогер. Но я первый раз зашел в рулетку. А тут разные люди. Много мусульман. А я среди мусульман был. Отбывал срок. У меня хорошее отношение с ними. И вот тут Бог послал вас. Значит, Бог ответил на мою молитву. Я нужен оказаться в этой рулетке. Я выигрываю вас. От сатаны. И дарю вам путь ко Христу. Евангелие Тяна 14.6 написано. Я, ясен, путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Говорит Иисус Христос. Ищите православную церковь. В храме там где-то побудете. Купите себе Библию. Только чтобы полная православная была. А то сектанты 11 книг оторвали от них. Ну, видели? Ну вот так. Когда посмотрите, Библия, священное описание Ветхого Нового Завета. А на другой стороне, по благословению, блаженнейшего Владимира, митрополита Киевской и всея Украины. То есть это православная Библия. Но она не православная. То есть православная издательница. Синодального перевода. Синод. В 1876 году. Перевели. Для вас начнется новый день. Сегодня же. Ты скажи, Господи, я не знал. Принять крещение обязательно с полным погружением. У нас в озере крещение идет. Вот нынче 7 июля будет. Оно должно быть бесплатно. У нас в церкви, вот у нас отдельно церковь тут есть православная. У нас с тарелкой не ходят. Свечи не продают. Свост покупают на пасеке. Бьют все бесплатно. Но платится десятина. По слову Божию. Ладно. Спасибо, спасибо. Храни вас, Господь. Спасибо. Все, Игорь Иванович. Все, давай, выключаем. Стоп. Стоп. Что-то будете говорить? Нет, не буду больше. А что сказать-то? Впечатления ваши? По молитвам Сергея, брата нашего. Я же... Мне тут делать нечего совсем. У меня... Я еще в Америку не ответил. Все еще лежит письмо неотвеченное. И сколько писем. Утром составит событие дня. Но я вчера уже думал об этом. Помолился, Господи. По молитвам брата Сергея. Он же страдает. Страдал. А теперь, может быть, я потяну это в эту рулетку. Сейчас рулетка. Ну вот, я думаю, неплохое было начало. Вот. Но мне надо, чтобы были двое. Потому что записи нету. Это значит, наверное, вечером. Так, а как я вот тут выключать здесь? Вот эту. Все, закрывайте просто и все. А? Просто закрывайте и все. А как закрывать? Вот эту вот. Сейчас закрыть? Саму вкладку закрывайте и все. Не понял. Просто закрывайте крестики и все. Ну, куда поставить? Вот этот вот? Да. А туда как опять я войду тогда? А я вам закладку оставил. Ага. Вот так. Ну и все тогда. Да. Спасибо.